Жительница села Кунту Эркинай Атабекова со вчерашнего дня готовилась к священному празднику мусульман Орзуайт. Хозяйка приготовила традиционные блюда – бурсоки, плов, выпечку и сладости. В праздник Орзуайт она традиционно собирает под крышей своего дома как можно больше гостей. «Первыми гостями в моём доме стали соседи. Для них я приготовила плов, салаты и сладости. У нас Орзуайт отмечают очень хорошо. Думаю, что до вечера будет ещё много гостей. Приедут родственники и друзья. Мы все собираемся за одним столом». В селе Кунту Орзуайт празднуют с большим размахом согласно шариату. Жители устраивают народные гуляния и поздравляют друг друга. Собравшиеся за столом говорят искренние пожелания и поздравления. «Мы по традиции очень хорошо отмечаем праздник Орзуайт и Курбанайт. Каждая семья накрывает стол и приглашает гостей. Жители нашего села очень дружные. Часто устраиваем такие посиделки. Я думаю, что этот праздник укрепляет наши отношения и делает нас ближе друг к другу». «Я очень рад и горд тем, что у нас есть такая крепкая дружба и тёплые отношения с соседями. Сегодня мы собираемся все вместе за одним столом. В этот священный день поздравляю всех мусульман с праздником. Желаю каждой семье благополучия, здоровья и мирного неба над головой. Даст Бог и в последующие годы с таким же настроением отметить этот праздник». Праздничная атмосфера царит и в семье Ошербековых. У членов семьи полный стол вкусностей, за которым соберётся вся семья. Они считают сегодняшний день благословенным временем для визитов к родственникам и друзьям. Поэтому сёстры Ошербековы специально приехали из города, чтобы поздравить 90-летнюю родную сестру. «Этот праздник мы обычно ходим к родственникам, к сёстрам и празднуем, сидим обо всём, вспоминаем, читаем Куран. Всем вам желаю здоровья, успехов в работе, в личной жизни, чтобы…» «В телекунту проживает наша родная сестра, ей 90 лет. Она заменяет нам мать, поэтому праздник мы начинаем с визита в её благословенный дом. И уже после едем к другим родственникам. Здесь живут мои родственники, две сестры и два брата. У нас в традицию вошло праздновать этот замечательный праздник в кругу семьи». К приходу родственников хозяйка начала подготовку ещё вчера. Приготовила традиционные для этого праздника блюда. Айнагуль Джанузакова считает, что на праздничном столе должно быть много угощений. «Так как у меня свекровка самая старшая, все сестрёнки, ну ещё двоих нету, но уже братишка приходил, и вот две сестрёнки тоже пришли праздновать. Соседи были уже, теперь дочки придут, потом наши дети придут ещё праздновать. Ну я со вчерашнего дня сделала бурсаки, вот чарчар сделала, печенье сделала, а с утра сделала свежие салаты, плов сделала. Вот так вот мы празднуем, встречаем Розо Айт. Это каждый год у нас такая традиция». Светы и праздник у Розо Айт значим и для детей. Традиционно собравшись с друзьями, ходят в гости к соседям и родственникам. Поздравляют Айтмари и Булсун и говорят пожелания. В ответ встречающая сторона угощает детей сладостями. «Это наш ценный праздник, который мы должны уважать и все должны его встречать, потому что Айтмари – это праздник, где мы учимся любить или уважать друг друга». Мы любим этот праздник, потому что все ходят друг к другу в гости и поздравляют. Мы погостили у одноклассников и соседей, они нас угощают конфетами, шоколадом и борсоками. Вот такой пакет мы за полчаса собрали. После мы поровну разделим эти вкусности. Урозу Айт – это священный праздник мусульман. Родственники, знакомые, соседи ходят друг к другу в гости. Все приветливые и у всех хорошее настроение. Урозу Айт в исламском мире отмечали еще со времен пророка Мухаммеда. С тех пор каждый мусульманин в первый день месяца Шааваль встречает другого мусульманина словами «Айтмари» полсун. А в Кыргызстане стали праздновать только после обретения независимости. Первое постановление правительства о праздновании Урозу Айта в архивах датируется мартом 1994 года. Ахмур Нурдинова, Бахыт Кыязов, ЛТР, Чуйская область.